А все из-за чего? Когда живые есть в миру, власть мертвых уменьшается. Дмитрий Николаевич, у вас вспышка диареи? Можете подтвердить? В МВД города Сургут. Как говорится, куда скинуться? У вас туалетка-то есть в туалетной бумаге? Ничего. Вы не знаете, до чего туалетная бумага это? Массовое отравление. Пострадали более десятка человек. У них пищевое отравление и сильная диарея. Это жидкий стул. Внезапный причем. Только в Сургуте. И именно тогда, когда я записался на прием, сразу к трем начальникам. Я ощущал странный запах. Вот этим вот попахивает везде. Дезинфекцию вообще не проводят. Санитария у них полный звездец. Диарея, она только физическая бывает или моральная тоже? Он не будет проводить личный прием? Нет, не будет. Почему? Потому что он на больничном. Думайте, что хотите. Что за манера общения? Всегда так общается? Я так понял, Дорогов вообще не принимает, да? Любовь Александровна не берет трубку. Она вчера весь день трубку не брала. А, предъявитель номера, да? А, ну да. Александровна, пригласите кого-нибудь. Кто у вас главный по зданию? Телефон 102, не берут трубку. Дважды был отбой. Сейчас спустится к вам замначальника по уголовному розыску. А для чего? Пять лет назад ее вернули квертормашками и воткнули в пол. Побредили шею. Кого? Меня? Глушенька-то точно болеет или это? Успенский отсутствует на месте и личный прием проводить не будет. Девушка улыбается. Сейчас, наверное, не будет, да? Раз и нету. А вот же Успенский прошел. Вот он приехал. Так он личный прием будет проводить? Вот зашел на гражданку. Такой маленький главный. И все его боятся. Я к себе. И я сразу понял. Он. Дай проверить. Точно вам. Все равно отказывают. И он мне фразы кидает. Если придете. Начальник уголовного розыка так и не вышел. Да, Ерохов-то посмелее был. Времена меняются. Никаких людей не выбрасываешь. А вокруг от них психи. Ему надо разъяснить. На чем психовать начни. Называет их пид***цами. Посылает нахуй. А что, я правда сказал? Расстройство кишечника получил в отделе полиции номер 3. Предполагаю, что источник заражения находится в отделе полиции номер 3. Он что, сам за себя не способен отвечать. Обязательно женщина должна разговаривать за него. Сопроводите, пожалуйста, человека. Сейчас вставайте, покидайте территорию отдела полиции. Незаконно, силой, изъял паспорт. Не вырывайте паспорт. Что вы делаете? Вырвало из рук. Он говорит, ты же бы так. Незаконное изъятие паспорта. Пятое, прекратил прием. Шестое, выгнал из здания. Все. Еще пять всех распределяют. Время сейчас такое. Они боятся сейчас всего. А все из-за чего? Когда живые есть в миру, власть мертвых уменьшается. Всем привет. Сегодня расскажу, как были отменены личные приемы у Глушенко. Это начальник ОМВД по городу Сургут. У Успенского. Это временно исполняющая его обязанности, так как он ушел на больничный. И у Луценко. Это начальник отдела полиции номер 3. Отдел АДИР, это Белова и Иванова, перестали трубки брать. За три дня ни разу не взяли трубки. Иванова заявила, что Конституция не действует на территории ОМВД России по городу Сургут. Хотя Успенский опроверг ее заявление, заявив, что действует. Ключевая фраза всего видео от полицейского, что опять всех распугали. А также расскажу о вспышке диареи впервые в истории России, в ОМВД России по городу Сургут. Смотрим. А все из-за чего? Когда живые есть в миру, власть мертвых уменьшается. Нам сейчас подождать придется минут 40, потому что он с пяти же принимает. Здравствуйте. Я хочу поговорить с начальником управления. Как фамилия ваша? Фамилия Персоны Булгаков. Вам же вчера звонили и сказали, что переговоры собеседовала, собеседование, встречи с начальником, нет? Вам же все раз звонили. Извините, а вы кто? Начальник смены. Начальник смены? Да. Можно посмотреть? Капитан полиции Гельманов Марат Ахметович до 19 мая 2029 года. Благодарствую. Какой вопрос был? Что вопрос? Вы что-то спрашивали? Я говорю, начальник управления, все встречи у него на сегодня нет. Почему? Потому что он на больничном. Вчера звонили с секретаря, говорили. Подождите, это Глушенко, да, на больничном? Да. А его обязанности кто сейчас исполняет? Успенский. Успенский? Да. То есть он в РИО начальника? Да. Правильно? Правильно. На основании чего? Что на основании чего? Ну, приказ должен быть какой-то. Я сейчас вам позову сотрудника секретаря, она вам объяснит. Поясните, пожалуйста, позовите. Вам вчера звонили, все объяснили. Встречи переносим на ЮС и загруженности руководства. Начальник на больничном, исполняющей обязанности начальника нет. Нет он на месте? Да. То есть он не будет проводить личный прием? Нет, не будет. В июне нет. То есть он отказывается от исполнения обязанности? Думайте, что хотите. А? Думайте, что хотите. Можете дать мне, пожалуйста, письменный официальный ответ? Пишите бланк заявления, он сейчас выдадет, дадут вам ответ. Дайте, пожалуйста. Дайте бланк заявления. Можно чистую бумагу? Здравствуйте. Алло, привет. Слушай, я пришел в МВД, начальника говорят нету, вышел дежурный, говорит, приема не будет, исполняющая обязанности отсутствует на месте. Я задал вопрос, он отказывается прием проводить? Он сказал без комментариев, я попросил письменный официальный ответ. Он сказал, пишите бум. Позвоните 102, зарегистрируй жалобу. Да. Девушка, подскажите, сколько замов у Глученко? Да. Успенский и? Да. Дорогов. Дорогов. Дорогов принимает или только Успенский? Я не подскажу. А у кого можно уточнить? Пригласите? А? У дежурного. Пригласите, пожалуйста. Слушай. Напомните имя, Марат Ахмедович. Подскажите, вы сказали, Успенский отсутствует, да? Отсутствует, да. Не принимает? Не принимает. Я сейчас два раза должен повторять, что ли? Я же вам ответил один раз. Вы что, меня там записываете, что ли? Подождите. А кто-то разрешал записывать? Подождите, я уточняю. А второй зам Дорогов принимает? Нет, не принимает. А он только по внутренней службе? Да, по внутренней. Что за манера общения? Всегда так общаются? Девушка, у вас как зовут? Александра, подскажите, пожалуйста. Я хочу записаться на прием к Успенскому. Я так понял, Дорогов вообще не принимает, да? Сейчас я вам даю номер, можете позвонить, связаться с садикой, и мы вам расскажем. А кто там? Начальник Иванова Любовь Александровна? Могу ее номер 5. У меня есть. А она на месте? Она вчера весь день трубку не брала. Сегодня я на месте, да? А куда следуете? Я не знаю, не уверена, что он на месте. Да? Девушка улыбается. Сейчас, наверное, не будет, да? Раз и нету. Сейчас уточним. Лученька-то точно болеет или это? Прошел, значит, Успенский на месте. Нет, он пошел заместитель. Нет, он к Николае пошел. А, к другое место, да? К другому, да, к другому пошел. Я бы так же сделал, я бы тоже к другому пошел. Любовь Александровна не берет трубку. А на какой номер звоните? 07 на конце. 761 307. Пробуйте с рабочего набрать. А что, есть разница? А, определитель номера, да? Ну да. Нет, нет, я имею в виду, что может быть по внутренней связи. А так же набирать, да? 13 07. Так, 16.35. Трубку не берут. Нет, все, занято. Александра, ну пригласите кого-нибудь. Кого? Не знаю. Кто у вас главный по зданию? Девчонки-то все симпатичные. Ты уже глаз положил, да? Нет, я констатирую просто факты. Вы по моему вопросу, да, звоните? А, все, а твой, я вспомнил, я делал звонок вчера и записался. Записали? Да, только я не помню кому, но в общем я это, дозвонюсь это. То есть, Коля, обогатись вам дышать. Я вспомнил, я же звонил вчера. Да. Меня записали в замок. На среду, что-то там, в июле. Ну, не сообщили дату конкретно. Он два раза принимает, видишь, еще и суббота. А записались на какое число? А вот я не помню, я вчера звонил, у меня есть звонок. На среду точно, где-то там 17 июля, что ли. Ой. Вот уточнить бы у кого-нибудь. И кому, и когда. Вот, наверное, вот, это Успенский, по-моему, у нас первый замесили там, вот. Наверное, к нему-то вот. Ну, она так и сказала, первый зам замещает, а второй, типа, по внутренним делам. Обычно первого пишут. Просто уточнить. Я вспомнил, что вчера звонил, записался. Можно ваш паспорт? М? Можно ваш паспорт или фамилию вашу? Я же говорил, фамилия, персоны, булгак. Угу. Телефон 102, не берут трубку. Наверное, занят. Дважды был отбой. Сейчас трубку не берут. Подожди, наверное, занят. А, наверное, с внутреннего надо позвонить. Нет. Занят они просто. Вот эти заняты. А, ну, 102, можно с внутреннего позвонить? 9-102 или 9-0-2. Сейчас спустится к вам замначальника по уголовному розыску Пантеленко. А для чего? Передали, так что спустится к вам. Да? Интересно. Я журнала частью В.Д. Морозова, слушаю. Здравствуйте, девушка. Примите, пожалуйста, жалобы. Да, конечно, говорите, что случилось. 27.06.2023 года в 16.30 по адресу город Сургут, Маяковского, 19. Дежурная часть. Дежурная часть Гельманов Марат Ахметович заявил, что Глушенко находится на больничном и личный прием проводить не будет. Вместо него назначен временно исполняющий обязанности Успенский. Успенский отсутствует на месте и личный прием проводить не будет. А вам ранее не сообщали, что не будет приема? Нет, сообщали, что Глушенко заболел, якобы на больничном. Вот я потребовал у Гельманова предоставить приказ, который затрагивает права и свободы мои непосредственно, о назначении Успенского временно исполняющего обязанности. Приказ он мне, Гельманов, запишите, пожалуйста. Гельманов отказался предоставить копию приказа, ознакомить с приказом? А основания для того, чтобы у вас ознакомили с приказом? Ну я же вам назвал, затрагивает мои права и свободы. Я хочу попасть на личный прием. Ну если вам я чуть-чуть просто не понимаю, в том плане, что вам звонили, говорили о том, что личный прием будет... Я вам еще раз поясняю, девушка. Мне сказали, что Глушенко заболел и не будет проводить прием. Но так как временно исполняющим обязанности назначен Успенский, Успенский обязан провести личный прием вместо Глушенко. Имя, имя, отчество, фамилия Антон Николаевич Булгаков. Еще что-то добавлять? Так, так, так. Да, нарушено право на личный прием, предусмотренное частью 4. 4-й, статьей 13 закона 59 ФЗ. А также нарушены конституционные права, предусмотренные частью 2 статьи 24 и частью 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации. Вся информация или еще что-то будете добавлять? В принципе, все. Благодарствую. Для сообщения ваших приняла, передаю. А номер регистрационный можно узнать? Лично с паспортом можете узнать в деле полиции. Так, я здесь, нахожусь в МВД на Маяковского 19. Ну вот, зарегистрируется ваше сообщение, и потом обратитесь, он скажет лично с паспортом. Ну, мне сказали, можно перезвонить через 5 минут. Мы информацию по телефону не даем. Объясняю, почему. Потому что я не могу знать, действительно ли вы, Антон Николаевич, это раз. Во-вторых, информация является конфиденциальной. А мне вчера давали эту информацию. Ну, вот кто вам давал, значит, он нарушил. Ну, я вот здесь, на Маяковского 19, я могу показать паспорт, и чтобы мне сообщили номер. Пока ваше сообщение у меня. Для того, чтобы я его направила, я его отнаправлю, зарегистрируют. А потом уже через дежурную часть непосредственно вывод, через начальника смены, помощника начальника смены, вот через них вы узнаете. Я эту информацию не предоставляю. А через сколько можно обратиться в дежурную часть? Минут через 10. Добро, благодарствую. До свидания. Десять минут сказали, подождать. Я выделю время. Десять минут я выделю. И мне больше 22 минут. Время пошло. По-сольски 22 минут? Да. В личном приеме отказали. И Углощенко, и Успенского Гельманов отказал. Сказал, что приема не будет. Позвонил 102, оставил жалобу. Девчонки сказали, что выйдет Ники Пантелеенко, начальник уголовного розыска. Для чего, не знаю. Так, жду 10 минут, чтобы получить номер КУСП по оставленной жалобе 102. Девчонки. Девушка, а вот же Успенский прошел. Да? Приехал, да. Вот он приехал. Так он личный прием будет проводить? Поприятие, другое образование. Он вышел и зашел. Вот зашел ты в педзаке, в костюме. По гражданке. Да. Сейчас хоть сотрудники нормально реагируют. Пять лет назад ты бы видел, как на Ирохова реагировали. Здравствуйте. Я с вами уже здоровался. Подскажите, только что Успенский зашел, он будет проводить личный прием? Я же вам ответил на наш вопрос. Нет? Я вам ответил на наш вопрос. Ну то есть... А вы зачем? Нет, а вы для чего вышли? Вы же просили, что я выше. Я? Да. Я не просил, это девушка попросила. Все равно отказывают в личном приеме. Я ничем не могу помочь. Видите, я на КПП, контрольный пропускной пункт. И то, что у них там наверху, я не лезу. Это не моя обязанность. Я вам благодарен, что вы по-человечески относитесь к ситуации. Сейчас я регистрационный номер узнаю и все. Через минуту. Десять минут прошло. Мне сказали, через десять минут можно в дежурной части поинтересоваться, чтобы мне сообщили регистрационный номер. Подождите. Аккуратные инструкции, чтобы не злить Марата Ахметовича. Уточните, пожалуйста, мне дежурная часть готова сообщить регистрационный номер? Или мне еще подождать? Если готова, то пускай выйдут. Или просто по телефону сообщат. Булгаков оставлял обращение. Булгаков оставлял обращение через 102. Что знали, что номер поиска. Там сказали, что может через 10 минут узнать. Какой номер красивый? 111-88. Все? Благодарство. До свидания. Начальник уголовного розыка так и не вышел. Это не его. Марата Ахметович нервничает. Марата Ахметович нервничает. Конечно. Не делали его. Может, меня узнал. А ты с ним взаимодействовал, что ли? Да. Да. Это же так он нагло улыбается. У него же коробина, когда нагло улыбается. И все. Да. Ерохов-то посмелее был. Ну, видишь, нет. Времена меняются. Времена меняются, да. Тот знал, что еще время есть. А у этого времени-то нет. Любой момент все может поменяться. Я так же не знаю. Женщины вышли такие. Рабочий день закончился. Смотрят на меня, улыбаются такие. Прям все, все, все. Каждая меня узнала. Вот кто из них? Иванова, начальник ОДИР, которая сказала, что Конституция не действует на территории. Или, может, она уже не работает? Я не знаю. Ну, почему не работает? Это очень ценный кадр. Ну, так-то да. Как не упокоив. Таких людей не выбрасывает. Она, скорее всего, работает. Потому что кадр очень ценный. Все нормально. Позвонил 102, зарегистрировал жалобу. Сообщили номер КОСП. Три единицы, две восьмерки. 111-88. И ушли. Начальник уголовного розыска так и не вышел. Зашел в здание Успенский. Ну, я увидел, какой-то мужчина в этом, в пиджаке по гражданке одет. Прям такой серьезный. Думаю, дай-ка наберу в интернете, посмотрю, как Успенский вообще выглядит. Смотрю, а это он заходил. То есть, я говорю, а что, вот он применств, если он уже в здании. Ну, короче, вышел также Гельманов, дежурный, сказал, что на вопрос мой уже ответил, и приема не будет. Все. Зарегистрировал жалобу на 102 и получил номер КОСП. И мы ушли. Все. Ну, и как впечатление? Нормально. Я думал, сейчас этот выйдет. Начальник уголовного розыска. Нет, нет. Это вот тот-то-то тоже они. Но он решил это, не рисковать. Они, да, они... Сейчас никто бы ковать сильно не будет. Не в том положении они уже. Ой, это мне сейчас надо три жалобы накатать. Вау! Ну, я все равно себе изначально поставил цель научиться самостоятельно все писать. Чтобы вот как в турке. Упекли ни ручки, ни бумажки, ни карандаша, ничего нету. Никого рядом нету. Не позвонить никуда, не спросить. А вокруг одни психи. И ты сидишь, пишешь, а тебе садится постоянно кто-то каждую минуту. Чего пишешь? Ему надо разъяснить. А на чем он психовать начнет? Ага. А что он ногой дергать начинает постоянно? Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь. Это Усоцкая у нас. Чего-то он там матерился. Ты не слышал, чего он матерился в дежурке? Сука произнес слово. Это нормальное слово. Кстати, это уже разрешено, оказывается. Нет, запрещено для СМИ. А, для СМИ? Да. Хотя я познакомился с чуваком, который свободно заходит в кабинет прокурора региона. Называет их пид***цами. Посылает нахуй. Другие какие-то слова произносит. На него пытались уголовка возбудить, а он сказал, а это иностранные слова. Из китайского, португальского и других языков. Все. А пять лет назад ты бы видел, как так же я заходил. Стою, стою, общаюсь в дежурке. И на посту стоит, КПП еще не было в этой будке. Стоял постовой дежурный у входа. И смотрю, он так, как его электричеством ударило. Вытянулся по стойке смирно. И в дежурке тоже смотрю боковым зрением. Тоже все выпрямились. Думаю, о, наверное, кто-то серьезный идет. Выходит какой-то маленький такой. Я думаю, наверное, Ирохов. Дай спрошу. Я говорю, вы Ирохов? Он такой, да. Я говорю, я к вам на личный прием записался. Он говорит, по какому вопросу? Я говорю, ну, я хочу, чтобы вы дали оценку действиям сотрудников полиции. Он говорит, оценку дала прокуратура. Я говорю, ну, я все равно к вам записался. И он мне фразы кидает, типа, если придете. И ушел. Я говорю, приду обязательно. И все, и ушел. Ну, я вообще в шоке был, как они его боялись. Я видел его. Такой маленький, главное. И все его боятся. А сейчас нормально. Но все равно видно, что он этот. Прямо от него аура идет такая. Девчонка среагировала. И я сразу понял, что это он. Я не узнал сразу ее, говорит. Главное, он произнес ключевую фразу. Когда он сказал, говорит, я к себе. Нет, я и сказал, говорит, я к себе. И я сразу понял, он. Дай проверю. Точно волнует. Да. Да нормально. Ты как это, как сдерживающий фактор. Они посмотрели по камерам. Ага, они один. То есть его скрутить просто так не получится. Спровоцировать тоже не получится. Потому что снаружи кто-то фиксирует. Лучше вообще не выходить. Ну, это да. Это, наверное, скорее всего, правильно. Хрен его знает. Лучше не рискать. Он уже вылетел, сказал, что запрещай видеосъемку. Гельманов-то. Он не сказал про видео. Он сказал, вы что меня снимаете? Вы что снимаете, да. Это он выскочил. Конечно, выскочил. Ну, и получил заодно. Я тебя не вызывал, тебя девушка вызывала. Ха-ха-ха-ха. А что, я правда сказал? И он удалил, скажет, что злой ты, уйду я от тебя. Что? Злые вы, уйду я от вас. Время сейчас такое. Они боятся сейчас-сейчас всего. Ну, слушай, девки у них все. У них симпатичные, кто выходил. Блин. Матахарин. Рано выходит на пенсию. Чего не рожает? Полное обеспечение. Это пока. Потом-то его не будет. Да-да. А 27 июня 2023 года, 1853, на сайте 86.ru. Это официальная СМИ. Зарегистрированная в Роскомнадзоре. Была опубликована вот такая статья. В Центре обучения сотрудников МВД РФ в Сургуте. Массовое отравление. По предварительным данным, пострадали более десятка человек. А что же за отравление? Что у них там случилось? По информации источника, у них пищевое отравление и сильная диарея. Это жидкий стул. Внезапный причем. Ну, само ведомство, естественно, отрицает факт отравления. Я потратил примерно полчаса и не смог найти ни одной новости, что в МВД России вообще в стране когда-либо была вспышка диареи. Только в Сургуте. Только 27 июня 2023 года. И именно тогда, когда я записался на прием, сразу к трем начальникам. Начальнику МВД по городу Сургут Глушенко, его заму Успенскому и Клуценко Дмитрию Николаевичу. Начальник отдела полиции номер 3. Глушенко ушел на больничный. Видать, его тоже скосило. Возможно, именно вот эта болезнь. Успенский отказался проводить прием вместо Глушенко. Хотя он временно исполняющий именно его обязанности. И он обязан был провести прием. А Луценко вроде как начал проводить прием, а потом вдруг внезапно взял и вышел и выгнал с приема. И вообще издание. О чем это говорит? Догадайтесь сами. Привет. Не знаю. Я вот за месяц записался на прием Глушенко. Вчера я оставил где-то 20 жалоб в связи с тем, что меня не хотели ознакомиться с материалом проверки. И в 11.36 знакомая позвонила в МВД, захотела записаться на прием на сегодня. И ей сказали, что прием у Глушенко отменяется полностью в связи с тем, что он вышел на больничный. Вчера вечером мне пришел ответ из УМВД за подписью в РИО начальника Успенского. То есть он уже вступил. Это мне где-то часов 6 вечера пришло. А в 2 часа 30 минут мне сами позвонили. Это инспектор ОДИР, отдел делопроизводства и режима. Так, Ирина Михайловна Белова. И сказала, что приема завтра не будет. Глушенко внезапно заболел и шел на больничный. Вот. Я сегодня ходил, часа 2 назад, хотел, чтобы меня принял временно исполняющий обязанности Успенский. Вот. Мне сказали, что его в здании нету. Хотя должен был быть прием. Я приехал в 16.30. Был там где-то до 17.05. Вот. И мне сказали, что его в здании нет. Приема не будет. Вообще ни в каком виде, ни с кем. Но потом Успенский зашел. Но мне все равно сказали, что приема не будет. Вот. Такие дела. Я удивлен, что увидел вашу новость, что у них там все потравились. И, кстати, вчера, когда я у них был в отделе полиции, у меня никогда такого не было. Я вот обычно, когда иду куда-то, то есть, у меня все в порядке с желудком. А тут я к ним пришел в 9.30 в отдел полиции номер 3. Туда-сюда походил и, короче, слышу, что-то у меня желудок вообще сбунтовался. Даже не желудок, а кишечник. И, короче, где-то к часу я понял, что сходил в Росич, короче, успел. Ну, извиняюсь за подробности, но это очень странно было. А потом только где-то часов 5 дома уже. Ну, короче, для меня это очень странно было. Потому что у меня все это время, пока я был в МВД, в отделе полиции номер 3, у меня этот живот, короче, кишечник гудел вообще, бурлил по-страшному. Я предполагаю, что у них там полнейшая антисанитария творится, и они не обрабатывают ни ручки, ни перила, вообще ничего. То есть, не дезинфицируют, дезинфекцию вообще не проводят. Либо одной и той же тряпкой все это труд и не обрабатывают ее. Потому что, ну, как только я туда пришел, у меня у самого что-то началось. Ну, короче, у них что-то это... Санитарии у них полный звездец. Причем не только в центре профессиональной подготовки, а везде. То есть, получается, ну, вот, допустим, Луценко, да, в 10 часов он выехал из отдела полиции, на родника поехал на совещание. Там с кем-то здоровался за руку, там ручки все это трогал. Потом часа в 2 или 3 он вернулся в отдел полиции. И, соответственно, он опять же все эти ручки трогал. А я вот вчера вообще ничего не ел. То есть, я на голодный желудок пошел, за весь день выпил только литр минералки этой, из синтеки 4. Ну, я вообще был в шоке, я не понимал, что происходит. А теперь все ясно. У них дезинфицирует везде гуляет. Прям везде конкретно. Ну, и сегодня я обратил внимание, когда был с 16.30 до 17.05 на Маяковского 19 в МВД города Сругут в дежурной части. Там везде вот пахло, вот, как бы я курящий, у меня этот нюх притупленный. Я слабые запахи ощущаю. Но и то, вот, я ощущал, что там вот этим вот попахивает везде. Ну, вот если связать все эти факты, да, в единое, то выходит, что у них, да, это все, это очень похоже на то, что у них там все где-то дизентерия. Ну, я бы на вашем месте, как журналист, поинтересовался бы, кто из этих людей, которые отравились только по официальной информации, да, я предполагаю, что их намного больше, раз 10, как минимум, кто из них это хотя бы, вот, пол мужской, женский, кто из них. Если большинство мужчин процентов 80, то все ясно. У них, скорее всего, вот, как и в Сругутском городском суде отсутствует туалетная бумага, и чем они, извиняюсь, подтираются, неизвестно, и куда они ходят, и они же все друг с другом за руки здороваются, и у них антисептиков я не видел в этом, ни в отделе полиции, ни в МВД, нигде нету, не видел я антисептиков. А уборщицы, ну, вон это, вчерашнее видео посмотри на канале Сургутнадзор, а, не сегодняшнее. Я им указал, что у них табличка «Выход» на высоте 2,5 метра, заляпана непонятной жидкостью, похожей очень на кровь, больше 100 пятен. Так они взяли ее, вытерли, просто протерли, причем размазали вокруг по обоям, то есть, я не знаю, дезинфицировали они эту тряпку, нет. Может, этой же тряпкой пошли перила протерли, там, ручки, подоконник, там, этот, у дежурной части, и т.д., и т.п., я не знаю. Не все задние, те же ручки хватаются, и уборщицу я там только один раз видел за все время, за все пять лет. Вот и выводы. Дежурная часть ОВД, Морозова, слушаю. Девушка, здравствуйте, я вам звонил, вы знаете, вот, прошла новость в 86.ру, что у вас там якобы вспышка дизентерии, вот, и по всем признакам, в том числе я на себе ощутил, когда вчера весь день находился. Так вы в скорую звоните, в полицию? Не, 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 я просто хочу, чтобы кто-то из руководства мне позвонил, я хочу пояснить ситуацию, что действительно имеются признаки дизентерии. Где вы это прочитали? В интернете? В 86.ру, официальная сми. В интернете вы это прочитали? Да. Хорошо, сообщение принято, где дадим информацию. Благодарство. Алло. Слушаю. Анатолий Николаевич. Кто это? Это дежурный какой-то участковый. Что-то у вас случилось у вас. А как у вас фамилия? Моя фамилия Васильев. Васильев, а имя, отчество? Андрей Валерьевич. Андрей Валерьевич, чисто по-человечески, без всяких, скажем так, подвохов, хочу вам рассказать, что вчера с 9 утра, с 9.30 до 16.30 провел весь день в отделе полиции номер 3. Позавчера вообще ничего не ел, ну как бы на вечер ничего не ел, только чай попил. А вчера вообще ничего не ел, только выпил литр минералки Ессентуки-4 из магазина Монетка, рядом который находится. Вот. То есть причин для расстройства кишечника не было. Но как только я зашел в отдел полиции номер 3, через час, у меня кишечник просто с ума сошел. Вот. Мне пришлось бы даровать сейчас на обед. Вот. И, ну, я вам скажу, что это все признаки дизентерии, хотя в легкой форме. Вот. Я предполагаю, что в отделе полиции номер 3, ну, я вижу, видел же это все, там все здороваются за руки, трогают эти подоконники, ручки и, скорее всего, скорее всего, вот оттуда я тоже самое покутил. Потому что вот только что прошла новость где-то час назад на 86.ру, что у вас в центре профессиональной подготовки примерно 10 человек слегло с дизентерии. Вот. Я предполагаю, что, возможно, источник в отделе полиции номер 3. А, возможно, уже, ну, по всему ОМВД города Сургут распространилось. Поэтому можете принять к сведению данную информацию и принять меры по дезинфекции, ну, всех помещений, там, не знаю, ручек, дверей и так далее. Что, вы заразили, что ли? Ну, совпадение, не думаю, потому что вот сегодня я у вас был на Маяковского 19, в дежурной части, и ощущал странный запах, который, ну, связан с дизентерией. И если сопоставить все факты, то у меня никогда такого не было. То есть это обычно бывает, знаете, как, ну, в дальних путешествиях на поезде, когда там, ну, вынужденно все трогаешь руками, а там, ну, в вагонах-подкартах, ну, бывает, что подобные случаи. Но здесь вот рядом с домом я не ожидал, что у меня такое случилось. Ясненько. Понятно. Я так понимаю, вы к нам уже больше не придете, да? И вы уже все, может, не болели. Нет. У меня, я же говорю, у меня с желудком все в порядке. Я делался, как говорит, одним походом только. Сможете подойти в отдел полиции? Просто явите, я пока на происшествии, если вы подойдете, я пока к вам приеду, это час или нет времени, сразу вам скажу. Просто явите. А? А зачем? Ну, объяснение взять, вы сообщение сделали, что то, что у вас там пришли туда, зашли там, ну, что вы сказали, то напиши. А, вы хотите официально это сделать? Ну, конечно, как я, не так, по бумажке напишу, я опросит вас по этому случаю, то бишь, проведем, начальник обвестим об этом. Ну, в принципе, интересная ситуация. Ну, тогда вам-то выйдут там перчатки вам, этот одноразовый. Нет, спасибо, я лучше. И, кстати, маску дадим, маску дадим им перчатки. Да, нет, нет, я же говорю, у меня с этим полный порядок. Я, можно сказать, легко отделался по сравнению с той информацией. Давайте тогда, подойдете туда, Александр Николаевич. В этот, в отдел полиции, номер 3? Да, 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 да. Да, сейчас я позвоню, чтобы вы подъедете. Вы подойдете или подъедете, как вас там. То есть на машине, на машине, скажем, подъедете. Ну, через сколько будете примерно, чтобы я позвонил инспектору, чтобы вас принял сразу же. Я так понял, за все. Я так понял, за все уже Луценко, Дмитрий Николаевич отвечает, правильно, в отделе полиции, номер 3? Да, да, да. Ну, ясно. Добро, сейчас подумаю. Если передумаю, перезвоню. Хорошо, добро, спасибо. Благодарю. Я со своим спиртом. А мне звонили, сказали подойти, дать пояснение по поводу вспышки дизентерии. Сегодня записался на прием Глушенко, отменили полностью для 9 человек, как меню. И его зам Успенский тоже отказался принимать. Заходите, пожалуйста. Я хочу мимо рамки пройти. Я хочу мимо рамки пройти. А, где ты идешь или хотите? Хочу мимо рамки. Блин, как тут у вас открытие? Я знаю, что на себя. Что, стол можно это длить? Или рамку отключить? А по рамке? Я хочу альтернативный проход. Я не понимаю, что это. Альтернативный проход. Я считаю, эти рамки приравнены к оружию массового поражения. Есть ответ министра. Они вредны для здоровья. У них излучение. Пойдете, давайте объяснение? Так давайте здесь. Вы не придете. А? Я хочу. В отдел не придете. Ну, я не хочу мимо рамки пройти. Вы пойдете или нет? Я хочу мимо рамки пройти. Закрывайте. Не обеспечите альтернативный проход? А вы что не будете? Закрывайте. Что, все? Вы хотите заходить? Я сама буду с силой оставить. А зачем заходить? Это уже не мои проблемы. Закрывайте. Так вы же можете выйти здесь. Вы закрывайте, у меня просто народ сидит. Я не могу их оставить. И с вами здесь сидеть. У меня ну какая-то. А зачем звали тогда? Я вас приглашаю для дачи объяснения. Пойдете в объяснение дать? Я хочу мимо рамки пройти. В смысле мимо рамки? Ну, в прямом меня пропускали уже. Отодвигали стол, я проходил. Ручным металлодетектором. Если вы хотите, я вас не собираюсь. Осматривайте, осматривайте. Вы хотите, проходите. Не пойдете? Нет, так нет. Давайте здесь будем разговаривать. У меня народ, я не могу с вами здесь. Либо ждите пока, в порядке 4 человека оформлено в помещении, когда вас опрошу. Я же вас опрошу и вы пойдете. Я же вас спрашивал. Ну, я же вам говорю. Зачем вы сами себя задерживаете? А? Вы либо закройте дверь, либо откройте. Здесь контроль находится. Ой, я просто не люблю через решетку общаться. Ну, хорошо. А сколько ждать-то? Приветствую. Здравствуйте. Все, как я дала? Нормально? Здорово. По слухам из СМИ. Вас же приглашали? Ну, приглашал. Он мимо рамки отказался пропускать. Ну, у нас порядок такой. Я проходил уже мимо рамки. Я ему предложил здесь пообщаться, он не захотел. А кому у вас проблемы? А? У кого у вас проблемы с рамками? Я считаю их опасными. У меня есть приборчики, я измерял. У них излучение в 5000 раз превышает. У нас порядок такой. У нас есть 58 прекрасный. Мы довезли по год в субботу. У меня разные правила находения в определенном отделе больных. Я предложил разные варианты здесь пообщаться. Вчера выходила женщина сюда, мы здесь общались. Ответственный сюда выходил. Ну, все, разбирайтесь. Раньше я мимо рамки проходил, меня стол отодвигали без проблем. Ручным металлодетектором смотрели и все нормально. Уходите. Вы хотите объяснение, да, оформить? Да, у вас надо опросить. Я хочу, чтобы вы рапортом оформили. Что значит рапорт? Ну, в прямом. Каким рапортом? Инспектор по разбору. В прямом. Есть такой документ, рапорт. Ну, что вы хотите? Чтобы вы разъяснение получили в форме рапорта. Рапорт пишет. Должностные лица. А вы должностные лица? Так точно. Ну вот. А вы, кстати, кто? Рапорт по полному, то чего? Вы, кстати, кто? Представьтесь. Учеркова полномочная 3-го отдела полиции, лейтенант полиции Гирчев. Гирчев? Гирчев. А мне Васильев звонил. А он где? Васильев? Наверное, выезде. А можно ваше удостоверение посмотреть? Можно. Покажите, пожалуйста. Я у вас вчера впервые увидел уборщицу за 5 лет. Я у вас вчера здесь увидел впервые уборщицу за 5 лет. Так, лейтенант полиции Гирчев Сергей Викторович. Должность участковой полномоченной полиции действует до 07 ноября 2027 года. Подождите, фото не успел посмотреть. Угу, благодарю. Так что вы хотите, чтобы прапорта надо фиксировать? Какое происшествие? Разъяснение по поводу вспышки дизентерии. А, вас как зовут? В МВД России по городу Сургут. Имя, отчество, фамилия Антон Николаевич Булгаков. Есть бланк объяснения установленного образца, где вы ставите свои подписи под статью 51 Конституции, под статью 25.6, что вы являетесь свидетелем по тому или иному происшествию, понимаете? Вот, здесь вы подписываетесь. И также 17.9 за ведомо ложные показания. Это я в курсе. Вот, а рапортом, что это получается, вы просто передаете сообщение, по которому опять же вас должны будут пригласить, и к этому рапорту взять же вот такое объяснение. У вас есть юридическое образование. Вы в курсе же, и я предполагаю, знаете разницу между правом и обязанностью. Давать объяснение – это право. Согласны? Да. Я воспользуюсь своим правом в соответствии с частью 2 Конституции Российской Федерации не давать объяснение. Не давать объяснение. Я не отказываюсь, я пользуюсь своим правом не давать объяснение. Если вы хотите получить разъяснение, оформляйте рапортом. Все, я вас услышал. Я вам устно сообщу, вы оформите письменно. Хорошо, то есть здесь получается, что мы пишем в соответствии с статьей 51 Конституции, отказываюсь от дачи объяснений, правильно? Нет. Ничего не пишем вообще. Я же вам сказал, я не отказываюсь от дачи объяснений. Никакое объяснение. А? Никакого объяснения давать не будете, правильно? Я хочу дать разъяснение. И подписываться по статье 51 тоже не будете? Я хочу дать разъяснение. Устное разъяснение? Да. Ага, давайте, хорошо. Примите рапортом. Да, я укажу рапорт, все ваше изложено. Себе пометочки поставлю, да, потом изложу рапорт. Ну, возьмите листок, пишите. Я напечатаю рапорт. А сейчас как бы… Ну, я его напечатаю. Я с вас, что сейчас вы мне устно диктовали. Нет, я буду устно диктовать, вы куда будете записать? Да, я себе помечу, на чем я научу. В объяснение будете писать? Это мой бланк, я таких распечатываю себе еще, если надо будет. Я себе помечу, потом на рапорт перенесу. А точно? Ну, конечно, но как вышло. А потом найдутся два очевидца, короче, это. Ну, вы же в рапорте не будете рассказывать. Типа отказался? Нет, зачем? С чем? Это же никакое… В отношении вашей никакого производства. Я не согласен, висите рапорт. Либо чистый листок. Да, вот, чистый лист. Но я его напишу красиво для начальника, чтобы он видел, какую информацию вы мне передали. На чистом листе, пожалуйста, не на этом бланке. Я вас понял. Вы мне будете устно передавать информацию? Да. Передавайте. Ну, вы писать будете куда? Да, я взял уже ручку. На обратную сторону объяснение? Да, на этом бланке напишу себе. Потом перенесу все это на красивый. Напишите, дело ваше. Говорите. Так, так, так. Так, давайте начнем с простого. Еще раз. Булгакова, да? Имя, отчество, фамилия. Антон Николаевич Булгакова. Антон Николаевич. День рождения. Для чего? Ну, инвестирую. Со слов заявителя. Ну, дальше. Все. Что все? Все. А дальше информация? Говорите. Так, вчера, 26.06.2023 года, пришел в отдел полиции, номер 3, по адресу Мунарева, дом 3, в 9.30, для того, чтобы ознакомиться с материалом проверки, номер 22.927, от 12.12.2022, примерно час спустя, в кишечнике началась бурная деятельность. У вас, да? Да. Вы почувствовали недомогание, да? Нет, недомогания не было. Просто бурная деятельность началась. Ну, стало плохо, потому что? Нет. Боли, жаркие? Нет. Так, все, да? А? Бурная деятельность. Дальше? Час, сош. А, подождите. Это вы в отделе час стояли здесь? Да, да, да. В 10.30 вы почувствовали первые признаки. И тут же в отделе у вас начались признаки, да? Ну, я здесь был, я выходил только на улице. Дальше что? И все. В 13.40 сказал дежурному Орехов Василий Александрович, что вынужден отойти на 20 минут. Сходил в торговый центр «Росич» и сходил жидким стволом на туалет. Дальше? После этого пошел, купил шаурмы в ларьке и вернулся в отдел полиции номер 3. А сколько? А? А сколько? Так, в отдел полиции номер 3 я зашел примерно в 14.20. После этого бурная деятельность в кишечнике продолжилась. Это не будете писать? Почему? Сильно. Покинул здание в примерно 16.30. Примерно в 17.00 дома опять сходил жидким стволом. Дома где? На проспекта Самойский, 21.16. Предполагаю, что расстройство кишечника получил в отделе полиции номер 3. В результате чего? В результате соприкосновения с поверхностями в виде ручек, столов и, как это называется, подоконник? Ага, ну я понял. С поверхностями в отделе полиции номер 3. Что, вы дальше в этом? Да, да. Иван, тебе с ней не нужно? Да, он же пустой. А вы можете его перечеркнуть вверху? О, отлично. Тоже важная информация, что я ел. Я вообще не знаю. Расстройством желудка никогда не страдал. Расстройством кишечника точнее. 25.06.2023 вечером выпил только чай. Угу. Дома. Да? Угу. Во время нахождения в отделе полиции... Вот это, конечно, так время? Да, да, да. Я не помню во сколько. Примерно в 12 выходил в монетку, купил этот, минералку. Угу. Есть интуки 4. Угу. Ну, запишите, 26.06. Угу. Что? Ну, я же вам говорю, примерно в 12 выходил в магазин монетку, купил литр минералки. Угу. В сколько в 12? Примерно в 12. Купил минералку, да? Да. Есть интуки 4. Угу. Купил в магазине монетка, вот тут рядом. Угу. Дальше. Сегодня 27.06.18.00 на сайте 86.ru прочитал новость о том, что в центре профессиональной подготовки ОМВД города Сургут вспышка дизентерии. Пострадало 10 человек. Угу. Предполагаю, что источник заражения находится в отделе полиции номер 3. Угу. Ну, это же не заявление, да? Это требует ничего нельзя, просто сообщаю информацию. Нет, ваше обращение в полицию задерегистрировано, да? К ОСП и 13051. Можно вот это КОСП и объяснение? 13051. 13051? Угу. Я хочу сфотографировать. Пойдите, пожалуйста. Да я не убегаю, вы что ли? Я вам сфотографируйте. Так, что ли? Ну, конечно же. Видишь? И эти разъяснения тоже, рапорт. Ну, рапорт я напечатаю. Ну, я хочу убедиться, что вы написали именно то, что я сказал. В материале проверки ознакомитесь. А я хочу сейчас ознакомиться. Я сейчас не буду печатать. Отказываетесь ознакомиться. А, я вас ознакомил, как напечатаю? Нет, сейчас ознакомить. Вы можете по заявлению ознакомиться? А может, вы что-нибудь не то написали? Почему? То, что я напишу, я напишу. Вам там подписываться не надо. Я понимаю, я хочу проверить, вы правильно своих слов записали или нет? Как я напишу, так напишу. Да? То есть отказываешь? Нет, что отказываешь? Ну, я хочу сфотографировать. Кого? Или прочитать хотя бы. Я еще не написал. В течение суток могу написать и предоставить. Нет, я хочу прочитать то, что вы сейчас написали. То, что я написал, это мои пометки. Серьезно? Ну да, вы же текст мне передавали устно. То есть отказываетесь? Да, я вам ничего не буду передавать. Ну, в смысле, что-то касается личного. Отлично. У нас с вами конфликтная ситуация. Вызовите, пожалуйста, ответственного. А, ну, Паш, вы закончили? А? Вы закончили? Нет, я хочу ознакомиться. С чем? Вот с тем, что вы написали. Это мой черновик. Это ваша устная передача. Ваш черновик состоит из моих слов. Да, но я его помечал для себя. А может, вы там преступление какое-то записали? Ну, что, вы же не подписывались? Никто не подписывался. Ну, что же. То есть вы способны на такое, что ли? На служебный подлог? Ознакомливайтесь. А? Ознакомливайтесь. Ну, давайте. Ознакомливайтесь. Так вы мне пустой бланк показываете. Так я на нем и отмечал. Я на нем и отмечал. Вы что хотите отмечать? Ознакомиться с тем, что вы написали. Где? Вон там. Ну, где там. Вон, вы в руке держите. Что? Средний листок. Ты что? Средний листок? Вы что? Дальше что? Я вам сказал. Вызовите, пожалуйста, ответственного. Все вопросы в дежурную часть. Еще ко мне какие-то вопросы есть? Вы отказываетесь вызвать ответственного? Я вам ничего вызывать не буду. Вот все дежурную часть вопросов. Ну, все. Я тогда на вас жалобу скажу. Жалуйтесь. Я задержался. УВД по Царгуту Иванова, слушаю вас. Здравствуйте, девушка. Примите жалобы. Говорите, что случилось. 27.06.2023 в 20.40 пришел в отдел полиции номер 3 по адресу Монрева, дом 3 по номеру КУСП 13051 дать разъяснение. Вышел Гирчев Сергей, отказался пропустить меморамки металлодетектора, обеспечить альтернативный проход. Отказался выйти в дежурную часть, отказался взять разъяснение рапортом, записал слова на бланк объяснений. Записал слова на бланк объяснений? Да. Вместо рапорта. У него должен был быть бланк рапорта, он написал на бланке объяснений. Вместо рапорта. Далее, отказал знакомить с текстом, который записал, и отказал вызвать ответственного. Отказался вызвать ответственного, да? Да. Что-то еще будет у вас? Нарушил часть 2 статьи 24. Часть 2 статья 24. И часть 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации. Еще что-то у вас? Нет, еще. Сообщение от вас зарегистрировано. Вами свяжутся по вашему обращению. Ожидайте. До свидания. Благодарь-то. С руками поосторожнее. Вышла новость только, что у них вспышка дизентерии. Где? В Гонус? В МВД города Сургут. Ничего себе. Я здесь вчера был, меня так принесло. Что-то здоровье сейчас бежит. Благодарю, что я. До свидания. Безинцем открывать. Здравствуйте. О, журнал в открытку. Мы с установленными данными увидим. Отлично. Вчера новость вышла. У вас вспышка эпидемии, диареи. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, опять всех распугали. Кто? Жираф? Да, кто? Или комар? Кто? Ха-ха-ха-ха. Так, кто у нас, я же привел. Вы, да? Клуценко? Да. Я хочу мимо рамки пройти. Мимо рамки проходи. Зачем используем. Мимо рамки могу пройти? Конечно, мимо рамки. Давай сюда, вставочки там. Не, не, вставочку там, вставочку. Так что, старшаяся вещь. Я же говорю, мимо рамки. Да, проходи мимо рамки. Проходите. Так вы мне показываете внутрь рамки. Мимо рамки вы не пройдете. Почему? Походите прямо. Я не отказываюсь от досмотра ручным ментал-детектором. Так вы и оттуда пройдете? То есть вы отказываете? В альтернативном проходе отказываете? Нет, проходите, пожалуйста. Мы мимо рамки, мы так пройдете. Но мне стол тогда отодвигали. Нет. Отказываете? Это официальные условия. Если вы хотите посетить данное учреждение, вы должны пройти мимо рамки. Отказывайте. все под принуждением под вашу ответственность это спирт у вас вспышка диарея вчера новости поэтому для безопасности спирт чистый спирт 96 процентов советский вчера мужчина пожилой лет 64 сказал комплимент всем работникам мвд россии по городу сургут на маяковского 19 все такие симпатичные женщины у них 64 года обязательно реквизит это с селфи палка у вас туалет есть туалетная бумага значит вы не знаете еще туалетную бумагу я понял телефон и третий кармашек не смотри что убирать телефон зачем спирт уберу а этот телефоны я хочу знакомить с материалом проверки я писал я вчера приходил 2 и 6 июня я вчера приходил меня знакомили но материалы не были пронумерованы методом фотографирования по этому поводу вот смотрите я вот так вот делаю что камеры ничего никуда не смотрим а включать смысл ну полностью включить что телефон зажигалка спирт оставляем пожалуйста телефон включать проще кушек положите все потом как будьте ознакомлю ключ будет у вас я бы никто ваш телефон поднял а вдруг мне надо понадобится позвонить начальника признаете мы пойдем к личным день никому ваш телефон не нужен серьезно на норму правила сошлитесь на основании которой я должен выключить телефон так далее события происходили напомню что пришел со своим спреем внутри спрея был спирт для дезинфекции рук положил спрей зажигалку в ящик под ключ прошел с тремя выключенными телефонами еще и потребовали убрать телефон и в сумку почему выключил ну для этого несколько причин было первое не пустили бы с включенными телефонами однозначно ну то есть я предполагаю что скорее всего был при устный приказ именно от луценко что это с включенными устройствами не пропускать а так как уже сотрудники полиции мне говорили что они сначала я их спросил года два назад говорю а если вам прикажут убить ну то есть незаконный приказ необоснованные дадут вы чё будете делать если вам прикажут убить вы чё за это убьете он говорит да убьем а потом типа обжалуем так точно да я сначала убью человека потому что вы сейчас сознались в намерении совершить преступление вы осознаете чего говорить я прекрасно я служу закону то у меня есть вышестоящее начальство так которого я исполняю приказ как бы по закону да но по факту вы приказу слушать ну учитывая вот эту фразу пришлось выключить то есть приказ был выполнен то есть сотрудники не стали это как говорится и вроде и приказ выполнили и ну приказ то был все равно незаконный в общем телефоны были выключены я прошел значит вторая причина прошел здание с тремя телефонами а до этого если помните предыдущих видео они говорили что ну невозможно и там и иванова и белова это отдела аудир утверждали что в задании в режимные здания невозможно пройти с техническими средствами в прошлом году 24 августа 2002 года было вынесено конституционное определение верховного суда российской федерации которым адвокат обжаловал действия бездействия сотрудников у мвд которые отказывались его пропускать в отдел полиции мвд россии в республике башкортостан адвокат подал суд дошел до верховного суда и выиграл дело и действия сотрудников полиции были в признаны незаконными которые ему запрещали проносить телефон на территории мвд пользуйтесь именно об этом решении я уведомил прокуратуру города сургут когда ходил подавать сообщение совершено преступление вот в этом видео и потребовал обязать сотрудников мвд по городу сургут пропустить меня на территорию с телефонами именно после этого внезапно заболел глущенко и у них случилась эпидемия диаре третья причина удалось сделать аудиозапись хоть какую-то и зафиксировать нарушение луценко ну и четвертое мало ли а вдруг там деревья в общем прошли на второй этаж зашли в большой зал видать тот самый где награждают там новых начальников представляют вот там постамент стоит и длинный такой зал с множество стульев в первом ряду стол примерно на 50 мест зал я сел на первый ряд за стол сзади меня сидели трое мужчин в полицейской форме неизвестные мне кто такие них первый раз видел и нежданного ксения михайловна и так понял то ли секретарь то ли кто она то в гражданке то форме ходит в общем я один был с выключенными телефонами а их пятеро что луценко не способен проводить прием единолично главное у него есть четыре очевидцы и свидетеля происходящего а у меня не свидетели не а не аудио не видео не ничего нельзя а если они на меня нападут или еще чуть сделать очень луценко сел за подиум а далее состоялся короткий диалог луценко потребовал показать паспорт я спросил зачем что-то он ты он переспросил что значит зачем я спросил вы че мне не узнали что ли он ответил что нет я вас не узнаю дело в том что он не прекрасно знает несколько раз заявлял противоречивые сведения о том что он-то он меня знать не знает тут то прекрасно меня знает-то опять не знает чё-то Что-то у него с памятью творится. Кому сообщить? Вы кто? Я журналист. Антон Николаевич Булганов. Ну, приходите ко мне сюда, я вас послушаю. Куда? К вам в полицию я уже ходил. У вас там решетки и применяю физическую силу. Ну, все, я вас здесь жду. Здесь мы с вами все вопросы обсудим. То есть вы хотите применить ко мне физическую силу? А вы кто? Я вам пояснил. Я не понял. В смысле пояснил? Вы меня не слышали? Я журналист. Какой журналист? Журналист чего? СМИ, закон и порядок, прямой эфир. Ну, извините, я вас не вижу. Ты что, не слышишь? Есть ли главный? Дмитрий Николаевич, вы ко мне с чего на «ты» обращаетесь? Я могу к вам обращаться на «вы», разницы нету. Я просто не вижу, что вы… Разница есть. Вы обязаны обращаться ко мне на «вы». То прекрасно меня знает, то опять не знает. Что-то у него с памятью творится. В общем, он сказал, нет, я вас не узнаю. Я его спросил. Опять? И потребовал показать удостоверение. Ну, он, естественно, вообще не реагировал. Я у него трижды требовал показать удостоверение. Вместо него почему-то отвечала нежданная Ксения несколько раз за него. Говорила, что типа не имейте права, он не обязан показывать удостоверение. Что-то там… Вот разговаривают двое мужчин, сзади женщина что-то отвечает за одного из мужчин. Это что такое вообще происходит? Он что, сам за себя не способен отвечать? Обязательно женщина должна разговаривать за него. Ну, а дальше Луценко сказал, вы находитесь в полиции. В общем, я понял, что он собирается действовать по беспределу, удостоверение не показывает. Память у него что-то отшибла, то он меня опять что-то узнавать перестал. Я понял, что возможно будут совершаться какие-то правонарушения, а возможно и преступления. В это время мне пришлось исключить аудиозапись для защиты своих конституционных прав и для фиксации возможных правонарушений и преступлений. Так как я вспомнил, как мы с Луценко также пять лет назад разговаривали, после того, как меня с двумя пакетами на голове пытали, избивали в наручниках, отбили всю печень и ребра и пытали электрошокером. Это в отделе Т по борьбе с терроризмом и экстремизмом на Просоюзов 54. Он тогда был начальником отдела Т. А после этого меня сдали в дурку незаконно. Не кололи, не пичкали и удерживали 62 дня незаконно. Выпустили по решению полиционного суда. Слушаем. Вы хотите посмотреть мой паспорт? Мы не хотим посмотреть ваш паспорт. Я хочу удостовериться. Вам удостоверения журналиста достаточно? Нет, удостоверения журналиста мне недостаточно. А два удостоверения журналиста? Мне четыре удостоверения недостаточно. Мне нужен паспорт гражданина Российской Федерации. сейчас секунду так паспорт без рук пожалуйста хорошо хорошо не трогать не вырывайте паспорт чего делать болгаков антон николаевич 1900 город вырвала звук луценко то у меня прям сила и паспорт выдрал мне никто так никогда паспорт не вырвал я ему так вот это зажал пальцами говорю из рук пожалуйста так это же его документы выпущены ими это признаки статьи 19.17 изъятие паспорта в залог залогом было то что он не проведет прием пока они не покажем паспорт вырвала звук запись получите ваш паспорт хочу всех так незаконное изъятие паспорт я предупреждал что почему не изъяли отказался значит тогда что в настоящее время то есть я прерываю значит как он называет личный прием прием гражданина по той простой причине что я не давал согласия ни на аудио ни на видеозапись любые вопросы то есть я готов обсуждать значит в соответствии с установленным регламентом поэтому когда человек будет готов я с удовольствием его приму сошлись пожалуйста на норму права все значит я прерываю давайте а удостоверение ваше можно посмотреть давайте заканчивать и граждане значит сопроводите пожалуйста человека давайте покидайте территорию полиции да здесь под принуждением под вашу ответственность покидайте отдел будете готовы значит нормально общаться с турниром полиции без вот этих штук лет назад в пол воткнули вот там меня перевернули кверх тормашками и воткнули в пол повредили шею собираются делать да у нас положили на пол человека это нормально считать нормально с модерна смотри что дело а ломают наши личные вещи А все в интернет уже вышло, не переживайте. Да, ради Бога, ради Бога, вас никто не бил, не трогал вас. Как правило, мои руки меня удерживают. Вы счастливы? Я вашу корму не толкаю. Присядьте сюда. Я не хочу присаживаться, я же вы человеку не хочу, что вы присаживаете. Вы не имеете права, ограничивайте, вы не имеете права ограничивать. Вы в полицию доставлены. Вы не имеете права ограничивать. Вы, 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 что не научитесь? Я еще раз говорю. Перевернули квертормашками и воткнули в пол. Повредили шею. А что же он тогда законы нарушает? Уже стырение не показал, лишний прием прекратил. Основание не назвал. Что это такое? Издали телефон, потом провели, будет ничего страшного. Быстро ничего страшного. Пять лет назад, я вам говорю, меня головой в пол воткнули. При, как же его фамилия-то, бабушке, Анатолий Владимирович. Здесь замочанника? А? Мочанника, может быть? Он был зам Ерохова, Грио Ерохова на тот момент. Здесь в дом 3, имеете в виду? Да. Он сюда прям приезжал. До степень? Да. Ну и пришли к нему. Его сотрудники взяли и воткнули меня в пол. А с материалом проверки меня знакомят? Сейчас на рабочий день уже закончился. А, уже пять, да? Да, да. Завтра, пожалуйста, по-другому. Язык мне никогда писать, по-другому не делал. Я же говорил, 2 и 6 июня. А, да. А, да. А, что сразу вы пришли? Пускай там воскользил. Ромить тайм не можно? Да, можно. Роми, посмотрите, я тут канал еще буду на этот. Там больше не стоит. Хорошо. Там все, в двух словах не пересказать. Так, выход тоже через рамку, да, только? Конечно. У вас, под любого не подложено. Вот, привознение под ваше ответственность. Благодарствую, что по-человечески пообщались. В отличие от плуцинга. До свидания. Да. Ну серьезно? 86.ру, Ерин, слышу. Да. Вы пять лет назад работали? Нет? Про бабушкиных не слышали? Про бабушкиных не слышал. Клан семейный. Из четырех родственников работал. Муж, жена и двое родных детей. Вот как раз его сын меня в доктор и сдал. По указанию в Луценко. Дмитрий Николаевич, а у вас вспышка теории? Можете подтвердить? В МВД города Сургут. Не подскажете, диарея, она только физическая бывает или моральная тоже? Я не знаю. Не знаете? Я здесь. Как говорится, куда скинуться? Благодарствую. До свидания. 102 трубку не берут. Дежурная часть всего Дела Врентьева. Пусть что-то? Здравствуйте, девушка. Примите жалобы, пожалуйста. Говорите, что случилось у вас. 28.06.2023. 17.00. Дальше. Записался на прием к начальнику МВД России по городу Сургут. Отдела полиции номер 3. Луценко Дмитрий Николаевич. Луценко на личном приеме потребовал выключить телефоны. Дальше. Без ссылки на нормы права. Все. Второе. Запретил аудиофиксацию. Трижды. Так, аудиофиксацию чего? Личного приема. Без ссылки на нормы права. Третье. Трижды отказался предоставить удостоверение. Четвертое. Незаконно силой изъял паспорт. Это признаки статьи 17.19 КАП РФ. Так, признаки чего? Статьи 17.19 КАП РФ. КАП? Да. Пятое. Прекратил прием. Личный прием. Нарушил статью 13 закона 59 ФЗ. Шестое. Выгнал из здания. Все. Хорошо, жалко ваше принято. Благодарствую. А все из-за чего? Когда живые есть в миру, власть мертвых уменьшается. Сейчас в ваших словах прозвучал ответ на вопрос многих людей.